друзья всем привет сегодня мы познакомимся с конфуай менеджером нужен менеджер для того чтобы устанавливать кастомные ноды а также еще для того чтобы находить и до устанавливать недостающие ноды в вашем проекте если вы ваш проект где-то позаимствовали то наверняка у вас окажутся какие-то ноды которых у вас нет выглядит этот менеджер вот так вот появляется вот такая кнопка в меню если мы по ней щелкаем то у нас появляются вот такие вот опции install custom нод это установить кастомные ноды здесь можно также отключать установленные вами ноды или удалять их install missing custom нод найти недостающие ноды в вашем проекте и которые отмечены у вас красным install models прямо отсюда вы можете скачивать и устанавливать апскейлеры имбеддинги модели различные лоры также вай и модели для control нет еще здесь есть кнопки загрузить и обновить ваш конку и прямо отсюда а также вы можете здесь установить альтернативное расширение автоматику 4 единицы латент couple xy plot ultimate sd upscaler руб dynamic prompt еще интересно вот такое расширение from prompt editor позволяющий как автоматики писать вот такие вот выражения потому что по умолчанию в конку и вот такие вот выражения записывать нельзя также я вам покажу какие я кастомные ноды себе установил и почему я их выбрал естественно конку и менеджер мы установим как на автоматик так и на портабельную версию также напоследок я вам дам вот такую вот простенькую схемку здесь уже установлен ultimate sd upscaler из кастомных нод и restore face ну что давайте приступать к установке первым делом давайте установим confi manager на автоматик для этого нам понадобится установить гид если он у вас не установлен его нужно установить перейдем по вот этой ссылке эта ссылка будет как всегда в бусте нажимаем download скачать выбираем куда скачать после того как гид скачался нажимаем по нему левой клавишей два раза выбираем запустить и дальше установка достаточно простая нажимаем везде next 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 и начинается установка после того как установка прошла успешно закрываем этот файлик нам больше не нужно его можем удалить теперь переходим по следующей ссылке confi manager она тоже будет как всегда в бусте и здесь нас интересует первый пункт установки нам нужно скопировать вот эту вот строчку гид клон и адрес репозитория нажимаем копировать теперь переходим в папку с автоматиком заходим в extensions находим здесь confi ui дальше мы переходим еще в одну папку confi ui и находим здесь папку custom notes здесь нажимаем правой клавишей мыши выбираем open get bash here в открывшемся окне нажимаем правой клавишей мыши выбираем past и нажимаем на клавиатуре клавишу enter после того как появилась следующая цветная строка это окно уже можно закрывать закрываем и видим у нас в папке появилась новая папка confi ui manager в общем то все на этом установка confi ui manager закончен для автоматик теперь нам нужно закрыть консоль нашего автоматика и запустить его заново автоматик запустился переходим на вкладку confi ui и видим появилась кнопка менеджер если мы не щелкнем появится то меню о котором я в самом начале видео рассказал теперь давайте установим confi manager на портабельную версию confi ui опять же перейдем на страницу разработчика confi manager здесь мы можем воспользоваться уже двумя методами установки можем установить как в первом случае для автоматика и второй вариант даже более простой это готовый бат файл мы его копируем здесь нажимаем по вот этой ссылке правой клавиши мыши выбираем сохранить ссылку как и сохраняем на рабочем столе в итоге у нас должен был скачаться вот такой вот бат файл он кстати подписан как для портабельной версии теперь переходим в папку портабельной версии confi ui закидываем сюда этот файлик скаченный и просто нажимаем по нему левой клавиши мыши два раза запустить и все начинается процесс скачивания менеджера и он будет установлен теперь чтобы убедиться что менеджер установился заходим в confi ui папку открываем здесь custom notes и видим папка confi ui уже здесь значит все нормально запускаем портабельный confi ui и видим появилась новая кнопка менеджер если не нажимаем у вас появляется опять же то что я показывал самом начале видео теперь давайте посмотрим как пользоваться опцией install missing custom notes я к видео приложу вот такой вот джейсон файлик уже с готовой схемой которая показывал самом начале мы можем просто закинуть на рабочее пространство и у вас будет вот такое вот окошко с ошибками что у вас не хватает определенных кастомных нодов естественно если вы эти кастомные ноды еще не успели установить то у вас их просто нету здесь есть ноды эффективности ultimate sd upscaler есть д-детейлер аналог авто детейлер в автоматике есть лора стек которого тоже по умолчанию нет и давайте теперь воспользуемся нашим менеджером посмотрим зачем мы вообще ставили заходим менеджер и нажимаем install missing custom notes установить пропущенные кастомные ноды и нам сразу показывается каких у нас нод не хватает если вы где-то будете в интернете находить схемы не факт что вам здесь конечно покажут прям все ноды которых вам не хватает потому что некоторые кастомные ноды не включены вот в этот список install custom нод если вот в этом списке этих нодов нету то есть официально их в confi.ui не добавили то естественно и здесь менеджер их не найдет но обычно в тех случаях когда вы где-то находите схему с какими-то прям кастомными нодами которые сделал какой-то разработчик и не включил их в confi.ui менеджер он их обычно прикладывает к этой схеме так что учтите это и раз я рассказал про такой вариант давайте сразу покажу как в этом случае установить кастомные ноды которых нет в менеджере давайте рассмотрим на примере портабельной версии перейдем в папку confi.ui зайдем под папку еще confi.ui зайдем кастом нод и прям вот сюда вы можете перекинуть скаченные вами ноды это рано сильно тому что вы их установили с confi.ui менеджер но если вы не против попробовать мою схему то давайте попробуем установить эти ноды установки я их конечно же советую давайте вместе их установим нажимаем install дальше ждем пока не появится вот эти вот кнопки красные удалить и фиолетовый disable отключить теперь можно установить следующий нод нажимаем install и опять ждем ноды эффективности тоже скачались и нажимаем установить ultimates dupscaler тоже install все пропущенные ноды установлены нажимаем close close и кажется что ничего не произошло чтобы эти ноды активировались необходимо закрыть консоль и заново запустить confi.ui. теперь при запуске confi.ui скачаются еще дополнительные файлы и на этот раз когда запустится confi.ui ваша схема уже не будет красной все на этот раз уже будет работать давайте еще немножко поговорим про кнопки confi.ui менеджер о которых я в самом начале не сказал use local db это использовать локальную базу данных и по update check пропустить обновление соответственно здесь у нас есть две кнопки для ручного обновления update confi.ui и fetch update preview метод обычно ставлю авто это имеется ввиду вот этот вот preview метод который у вас будет в нодах там есть разные варианты preview то есть процесс работы окончательная картинка но это если вам интересно вы можете это сами посмотреть здесь лучше выберите авто а вот здесь это уже экспериментируйте и основная кнопка install custom нодс давайте еще раз посмотрим на этот блок здесь у нас есть фильтры можно отобразить все кастомные ноды кастомные ноды которые нуждаются в обновлении update установленные кастомные ноды не установленные кастомные ноды еще есть поиск сюда вводить допустим face search поиск и нам показываются ноды которые содержат в описании или в названии слова face теперь я перейду в установленные ноды скажу вам ноды которые я себе поставил и сделаю такой небольшой обзорчик кастомных нод которые у меня стоят первая нода confi.ui менеджер но это в общем то есть вот этот вот менеджер это тоже кастомная нода или кастомный скрипт confi.ui.impact.pack здесь мы можем кстати нажимать по названию кастомные ноды прямо сразу перейдем на страницу разработчик потому что это ссылка impact pack содержит в себе d-detailer это аналог a detailer я его в общем-то ставил чисто ради этой функции но в нем содержится еще много разных других кастомных нод вы можете познакомиться здесь на странице разработчиков следующий кастомная нода control-net при процессор если вы в автоматике работали то вы наверняка знаете что такое при процессоры для control-net по умолчанию в confi.ui при процессоров нет поэтому эту ноду я тоже поставил здесь сразу содержатся все при процессора для control-net 1.1 confi cutoff тоже интересная кастомная нода давайте посмотрим что он делает это кастомная нода помогает точно описать объекты допустим если вы хотите юбку розового цвета волос синего цвета галстук зеленого цвета облузку белого как и в автоматике достаточно сложно сделать но в автоматике есть такая функция как брейк а здесь брейк не поддерживается и для этого есть кастомная нода то есть сначала мы здесь пишем полностью prompt и дальше вот в отдельных вот таких вот нодах мы записываем уже отдельные элементы допустим розовая юбка и здесь прописываем в этой кастомной ноде розовая юбка и целевой токен здесь будет pink он здесь вот отдельно прописывается эти ноды друг за другом паровозиком связаны и дальше уже переходит в обработчик prompt следующий кастомные ноды это ноды эффективности эти ноды упрощает всю схему очень сильно у вас в одной ноде может быть и загрузчик и prompt настройки загрузчик для лоры загрузчик также для вае возможность задавать изображение и все это в одной ноде дальше ноды имеют входные слоты и такие же выходные слоты чтобы у вас все не было переплетено связями то есть на выходе из этой ноды вы можете получить ту же самую модель то есть она как бы байпасом проскакивать опять же в этих же нодах уже отображаются изображения на этой схеме два upscaler и загрузчик модели во первых у вас все настройки прям перед глазами ими удобно пользоваться и нет этой запутанности также в нем есть варианты работы с xyplot вот такие вот примеры ultimate sd upscale это тот же самый upscaler который есть в автоматике который устанавливается дополнительным расширением ultimate sd upscale confui embed dirty under random этот кастомный нод или скрипт позволяет вам задействовать кнопки control z control shift z чтобы отменить или обратно вернуть какие-то действия по умолчанию отменить действие в confui нельзя search sdxl это набор нодов для sdxl если вам интересен sdxl 1 вы можете установить эти ноды они тоже немножко облегчают интерфейс становится более простым с sdxl prompt styler этот кастомный нод позволяет считывать стили из специального json стилевого файла в интернете есть json файлики которые содержат больше тысячи разных стилей этот вот файлик я сконвертировал в excel вы можете посмотреть здесь 1200 стилей но такие большие стилевые файлы я вам не советую скачивать потому что перемещаться по нему просто невозможно там нет ни поиска ничего то есть просто вращать 1200 стилей это очень сложно гораздо правильнее найти более качественные стили пускай их будет немного там 100 штук но чтобы эти стили были хорошие правильно назывались то есть тут не стоит гнаться за количеством и последний confui prompt control этот кастомный нод позволяет использовать выражение которое мы часто используем в автоматике речь идет о вот таких вот выражениях bracket по умолчанию confui такие выражения не может переваривать с помощью ноды prompt control мы можем записывать привычные нам выражения для смеси стилей или объектов здесь даже пошли немножко дальше и можно использовать вот такие более сложные выражения с кастомными нодами которые предлагаю для начала поставить это все поскольку мы сейчас последнем кастомном ноде коснулись выражениях в prompt я вспомнил еще вопросе который мне задавали в комментариях к видео спрашивали как использовать веса confui вам умолчание в комфий вы можете также использовать вися как и в автоматики выделяете токин зажимайте control нажимаете стрелочкой вверх или вниз и у вас вес токина увеличивается стрелочка вверх а стрелочкой вниз уменьшается вот таким вот образом можно управлять весом токинов Digby raj и поскольку я к этому видео приложу вот этот вот съемку давайте я немножко пар не и расскажу это схемка начинается вот с этой вот нода эффективности это загрузчик здесь загружается модель загружается вайе, также здесь выбирается кликскип, также здесь в этой ноге можно загрузить лора нажимаем, выбираем любую лору здесь же можно указать вес лоры и здесь же можно указать вес клипа этой лоры, задать промт положительный, отрицательный задать размеры изображения и бачсайз, количество изображений здесь у вас сразу может появиться закономерный вопрос все хорошо, что все в одном месте но если я хочу, чтобы промт был отдельно, чтобы его использовать потом повторно в других связях, здесь это тоже можно сделать, нажимаем правой клавишей по ноде и выбираем convert positive to input и у нас появляется слот для входного промт, вытягиваем его в пустое место и выбираем здесь add node утилс и примитив и по умолчанию здесь даже этот промт сам вставляется, соответственно здесь мы можем конечно же менять и можем здесь этот промт задействовать уже в других частях нашей схемы единственное нужно обратить внимание, что здесь параметр на выходе стринг это просто текст а кейсэмплеры они понимают condition, то есть это преобразованный промт в любой схеме, которую я давал в предыдущих видео там есть этот момент преобразования текста в condition дальше, если нам одной лоры, которая есть по умолчанию в этом ноде недостаточно, то мы можем подсоединить вот такой вот лора стекер здесь уже мы можем использовать три лоры дальше перейдем в кейсэмплер здесь это тоже нода эффективности с настройками она здесь в общем-то абсолютно такая же, как и обычный кейсэмплер но дополнительно здесь выводится изображение в самом низу мы его можем отключить, выбрать варианты там этого изображения чтобы изображение показывало в процессе генерации каждый шаг ну и так далее, здесь можно поэкспериментировать этот кейсэмплер аналогичен простому сэмплеру, здесь задается шум еще плюсом является то, что на выходе мы имеем дублирующие байпасные каналы, модели, ваи и так далее чтобы у нас не было кучи витиеватых соединений дальше у нас используется нода Ultimate SD Upscale настройки здесь в общем-то все аналогичные, как и в автоматике кратность Upscale, шум, модель, CFG, шаги и также сдается тайл здесь у меня задан 768 на 768 это размер плиточки для Upscale на выходе изображения идет в превью, чтобы посмотреть, что получилось после Upscale и на вход еще подается Upscaller как раз таки Upscaller, который у нас загружен в папку ESRGUN мы здесь можем использовать UltraSharp, или SEAX, или Strasen и здесь уже он будет не в 4 раза нам увеличивать изображение а по вот этому параметру UpscaleBy, двухкратный в данном случае и дальше полученное изображение после Upscaller у нас передается в DDetailer это аналог ADTailer здесь у нас задается модель в данном случае выбрана модель лица есть еще рук или целиком персоны человека дальше идет B-Box Detailer который определяет как раз таки контур по этой модели лица в данном случае здесь есть корректировки по этой рамке в которой будет определено лицо и дальше из коробки передается через сегмент в сам детейлер здесь классические настройки для InPaint разрешение этой рамки, в которой будет происходить генерация сид, количество шагов, CFG Sampler и самый главный параметр это Denoise насколько мы готовы изменить наше изображение давайте теперь я запущу схему и посмотрим как происходит процесс генерации то есть сработал первый нод теперь кейс сэмплер выдает вот такую поломанную картинку все переходит в Upscale здесь будет происходить Upscale нашего изображения с помощью SEACSA вот так вот он по плиточкам двигается переходит на вторую плиточку вот такое вот у нас изображение после Upscale получается вот такое вот было при первичной генерации Upscale и дальше смотрим где детейлер дорабатывает лицо в итоге у нас на выходе получается вот такое вот Upscale изображение и уже с доработанным лицом если вы каждый раз не хотите тратить время на Upscale просто скиньте какой-нибудь нод допустим Image и когда вы уже определитесь что это изображение вам подходит и вы хотите его проапскейлить соедините изображение с изображением Upscaler и все дальше уже будет работа происходить с Upscale обратите еще внимание при генерации когда я работаю я Sigt выбираю как фиксированное а не Randomize и меняю его обычно вручную это я делаю для того как раз таки чтобы повторно это изображение уже не генерировалось и его не потерять и уже в нужный момент подключить Upscale Sigt здесь можно менять по стрелочкам по единичке перемещаясь или зажав левую клавишу мыши передвинуть прямо вот так вот уже глобально если одиночный щелчок сделать то можно задать его с клавиатуры в общем-то на этом у меня все если вам понравилось видео не забудьте пожалуйста поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий это способствует продвижению видео подписывайтесь на наши каналы в ВК и в Телеграм и в Boost я приложу все файлы которые необходимы для этого видео там все бесплатно но если вы хотите поддержать наш канал вы можете это сделать на Boost а на этом как всегда всем хорошей генерации всем удачи всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok